Начать сегодняшнюю программу хочется с радостной истории. Глядя на Настеньку Широкову, невозможно не заметить, как изменилась девочка, как много она освоила с момента нашей предыдущей встречи. Отдельные слова, произносимые Настей, сменились на предложение. В речи появилось намного больше новых слов. Эти успехи были бы невозможны без хорошего лечения, которое помогли оплатить вы, дорогие наши телезрители. Есть холодильник и чай корректа. А всех остальных приборов почему-то нет. Ну, что будем делать? Давай подумаем вместе. Давай подумаем. Реакция зрителей, я даже не ожидала, что будет настолько активная. Буквально с первых секунд сюжета первого выпуска пошли активные звонки, эсэбэски, вопросы, пожелания. Ну, хотелось бы отметить, что, к моему великому удивлению, большая часть людей, которые хотели Насте помочь, были преклонного возраста, пожилые люди, которые говорили, что мы много не можем, но чуть-чуть со своей пенсии мы обязательно пошлем. Чтобы состоялась Настяна поездка на лечение в Москву, необходимо было собрать 200 тысяч рублей. Сбор длился на протяжении трех месяцев. Но, слава Богу, поездка все же состоялась. Результаты есть, Настюша радует, у Настюши появилось больше вопросов, больше мышления осознанного. В 1 сентября в этом году Настенька идет в первый класс, 9 июня ей исполняется 8 лет, и, наконец-то, будут долгожданные белые бантики и портфель. Еще год назад вопрос о школе стоял очень открытым и непонятным, сможет ли, справится ли, не было усидчивости, минимум внимания. Сейчас, конечно, после проведенного курса в Москве, благодаря зрителям и неравнодушным людям, усидчивости стало больше, больше интересок, больше познавательной деятельности. И появилось то осознанное желание уже ее, а не наши, как родителей, что, мама, я 1 сентября пойду в первый класс с учительницей за руку, с цветами, будет звонок. Мы уже даже подали заявление в школу, уже сходили на экскурсию, посмотрели класс, познакомились с учительницей. И, конечно, все это было бы невозможно, если бы не было очередного курса лечения. Уже три года Анна вместе с еще одной семьей с особым ребенком трудится над работой реабилитационного центра, где получают помощь сотни детей города Снежинск. И в тот момент, когда помощь нужна была помогающему, все получилось. Дорогие наши, мы благодарим вас за помощь этой семье. Без ваших молитв, без вашей финансовой поддержки такие важные успехи Насти были бы попросту невозможны. Хочется сказать огромное спасибо от себя лично, от всей своей семьи, от имени нашей Настеньки, за то, что в такую трудную ситуацию в жизни мы не остаемся одни. Потому что те диагнозы и тот приговор, который вынесла судьба нашему ребенку, мы никогда бы не оспорили, если бы не было столько отзывчивых людей, которые мимо не проходят, которые участвуют, которые помогают словом, делом, молитвой. Материально помогают, поддерживают нас на протяжении всех этих лет. Огромное спасибо. Ну а тем временем в нашей помощи нуждается годовалый Степушка Соборов. Своего первенца Алексей и Алена ждали несколько лет. Малыш родился намного раньше срока, на шестом месяце беременности Алены. 80 дней, почти 3 месяца находился в реанимации на искусственной вентиляции легких. 26 недель. И от этого у нас все проблемы. 26 недель – это 6 месяцев. Для развития ребенка это очень мало. 3 месяца я не доходила. Как раз эти 3 месяца не хватило. Это жизненно важные вот эти все, каждая неделька. 26 недель – это очень мало. И от этого все проблемы. Да, сразу реанимация. Он 3 месяца пролежал в реанимации. 3. В течение, когда ему было где-то до месяца жизни, у него было кровоизлияние в мозг. Сосудики все слабые. И у нас очень много различных диагнозов. После 3 месяцев реанимации Степушку наконец перевели в другое отделение, где он мог находиться с мамой. В тот момент Алена уже знала, что таким, как сверстники, ее малыш никогда не будет. Даже звучали такие слова, что ваш ребенок будет овощем. Вот просто такое говорили мне. Я, конечно, в шоке была от всего этого. Тяжело было. Сложно, когда долгожданный ребенок. Мы очень долго с мужем. Да неважно, долгожданный или нет. Мы его долго ждали. И вот у нас появился он. И вот не смогла я его доносить. И сразу такие проблемы, и сразу такие приговоры нам подписывают. Тяжело. Я не знаю, как мы это время все пережили. Сразу после выписки из больницы у Степы началась реабилитация. Каждый день Соборовых сегодня посвящен лечению. Отдыхать нельзя. Чем больше успеет освоить Степы до трехлетнего возраста, тем проще будет лечиться дальше. Нужно реабилитироваться как можно чаще. Мы стараемся хотя бы перерыв полтора месяца, не больше. Потому что упускается драгоценное время. Хотя бы до трех лет нужно сейчас вкладывать и вкладывать в него, чтобы мы чему-то научились. Чтобы ручки научились держать, предметы. Чтобы он научился сам кушать, сам сидеть. Вот, к сожалению, мы еще не переворачиваемся. Для того, чтобы научить двигаться больных церебральным параличом, существуют десятки, а то и сотни различных методик лечения. Но, к сожалению, почти все они противопоказаны детям с эпилептическими судорогами. А эпилепсия часто сопровождает ДЦП. Не обошла она и Степушку. Уже три месяца у малыша ежедневно, едва ли не каждый час, начинаются судороги. К сожалению, пока мы не подобрали нужную дозу, нужные лекарства, чтобы ему помочь. То есть каждый день судороги? Да. Каждый день. Судороги каждый день. Но они не очень болезненные, но они для него неприятны. Как может, Алена старается сама осваивать все методики занятий с сыном, чтобы хоть немного сэкономить на приходящих специалистах и лучше помогать Степе самой. Совсем недавно я научилась после последней реабилитации делать функциональный массаж. То есть мы начинаем разрабатывать каждый суставчик, каждый пальчик на всех сгибах. Ежедневно, два раза в день, утром, вечером мы делаем, утром, вечером ножки, ручки. И, ну вот я еще говорила, что авойтотерапия, боботтерапия, это упражнения. Мы и на мяче делаем упражнения. И просто на жесткой поверхности мы приобрели специальный мат спортивный, чтобы он был достаточно жесткий для нас. И занимаемся там. Интеллект у Степы сохранен. Он понимает, что происходит вокруг. Узнает родителей, любит некоторые песни, с удовольствием слушает книги. Но физически, конечно, все сложнее. Малышу пока с трудом удается даже удерживать голову. Старается держать голову. Это тоже работа, тоже укрепление мышц. Когда мы сняли тонус, к сожалению, наша голова держалась на тонусе. А сначала-то он держал? Он держал, он спинку держал, голову держал. Да, мы радовались. И когда мы приехали в центр, нам стали делать расслабляющие процедуры. И ботулинотерапия здесь, уколы нам мышцы ставили. И когда мышцы расслабились, наша голова упала. И все радости наши закончились, потому что мы голову учились держать заново. Мы до сих пор ее учимся держать. Мы учимся опоры на руках, чтобы была. Получается с переменным успехом. То получается, то нет. Учимся переворачиваться. Ножки у нас не такие проблемные, как ручки. Он ножками бы уже и ползал. Но руки, к сожалению, у нас не слушаются. Чеи ручки степкины. Давай. Поднимайся. Давай. Как степка умеет. Он стоит на тонусе, блин. Степкина ручка. Вот она. Да, она работает. Степкина ручка. Давай. Не надо, не надо. Расслабь. У нас дома валики всякие. Благодарим Бога, что у нас сохранен интеллект, что мы видим и слышим. Вот, встречаясь с такими детками и мамами, я вижу, что некоторые абсолютно ничего не видят. Некоторые не слышат. Когда не видят ребенка, это же страшно. Мы очень благодарны, что мы видим и слышим, что мы думаем, что мы реагируем. Ну, движение, но мы будем учиться. Для продолжения домашних занятий Степушке очень нужен вертикализатор. Природой заложено, что к полутора годам человек должен уметь ходить, много находиться в вертикальном положении. И если этого не происходит, начинаются проблемы и с суставами, и с внутренними органами. Правильно работает только в вертикальном положении. Поэтому ортопед нам строго-настрого сказал, что мы должны 6 часов в день сидеть. Мы должны вертикализироваться. Для этого нам нужен вертикализатор. Носить ортопедическую обувь. Тут РА, это фиксация голеностопа, чтобы стопа формировалась правильно. Мы одеваем ортопедическую обувь с ортопедической стелькой, как в идеальном нам нужно. Встаем на этот вертикализатор, закрепляемся там и стоим тоже по несколько часов. В центрах не дома, да? Ну, это нам нужно делать дома. Но, к сожалению, у нас сейчас нет вертикализатора. И стульчика, к сожалению, тоже нет. Да, мы носим, насколько есть возможности, но невозможно его носить целыми днями. Мы помимо занятий, ну, все равно невозможно носить ребенка целый день. Но все равно это не то, уже не так стоит. Да, да, да. Нам нужна опора на ноги, чтобы нагрузка была на суставы, и чтобы он стопкой именно опирался на твердую поверхность. Это очень нам нужно, необходимо жизненно. Даже сидеть в правильной позе для степы сложный, но очень важный сейчас труд. Без вертикализатора и специального стульчика дальнейшее физическое развитие ребенка попросту невозможно. Поскольку у степы оформлена инвалидность, получить это устройство он может бесплатно. Но когда это произойдет, непонятно. А заниматься нужно уже сейчас. У нас по ИПР, индивидуальная программа реабилитации, прописан стульчик, прописана обувь. Но, к сожалению, когда я обратилась, сказали, сколько вы будете его ждать по очереди, неизвестно. Может быть, год пройдет, может быть, больше года. И стульчик какого качества будет, тоже непонятно. Как правило, даже много случаев, если даже стульчик приходит, потому что даже в этой системе выдачи вот этих средств реабилитации, кто выиграет тендер и кто предложит дешевле. И какой там стульчик будет, непонятно. Но даже не это в суть. А суть в том, что его нужно ждать долго. Нам сейчас нужно сидеть, сейчас не упуская времени. Стульчик и вертикализатор два в одном, который мы выбрали. Он польский, он полуавтомат. То есть у него есть от сети, он работает от сети. Там есть небольшой пульт, который фиксирует положение. И потом положение, также кнопочкой мы делаем, что он превращается в стульчик с столиком. Тоже с фиксатором, с подголовником, со столешницей, на которой мы можем также разложить игрушки и просто сидеть и заниматься. Нужный степи стульчик-вертикализатор стоит 100 тысяч рублей. Все финансовые ресурсы семьи за время болезни сына уже исчерпаны. Соборовы впервые приняли решение обратиться за помощью к неравнодушным людям. Самостоятельно приобрести все, что нужно для занятий ребенку простой семьи из небольшого Снежинска уже не под силу. Для нас это очень дорого. Потому что помимо этого всего у нас реабилитация. У нас постоянная реабилитация. Если мы стараемся, чтобы промежутка не было месяца-два, плюс еще все тут эра, ортопедические обуви, и все эти средства реабилитации, плюс это получается очень дорого. Мы не можем себе сейчас в данный момент позволить. Время уходит. Глядя на эту сплоченную, дружную семью, трудно даже представить, как много они пережили за эти полтора года, с дня рождения Степы. Но они не отчаиваются и вместе, как могут, стараются принять это испытание. Дорогие наши, давайте сегодня мы поддержим Алексея, Алену и Степушку. Им так много еще предстоит пройти. Но того, как быстро удастся найти средства и приобрести такой нужный Степе-вертикализатор, во многом зависят все его будущие успехи. Степе Соборову сегодня очень нужны молитвы и помощь неравнодушных людей. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.